всем здравствуйте с вами снова александр и я расскажу вам сегодня новинки от компании сайбокс модель называется болез м поэтому сегодня с вами и будем ее изучать а но прежде я вам расскажу о ее технических характеристиках в двух словах чтобы вы понимали что это за коляской что она из себя представляет она предназначена с трех месяцев до 17 килограмм ребенка 17 килограмм говорю без возраста потому что разные дети в разном возрасте могут весить 17 килограмм поэтому имейте это в виду единственно сразу же добавлю это вот сейчас мы смотрим ее в прогулочном варианте но ее можно доукомплектовать автолюлькой люлькой и сделать и таким тем самым универсальным универсальной коляской которая будет вас два в одном три в одном ну или же просто прогулкой как в нашем варианте поэтому здесь с этим здорово так сразу скажу про ее вес весит она 10 и 6 килограмм чтобы вы понимали что она не такая тяжелая есть коляски которые более маленький размером и тяжелее поэтому здесь очень интересный вариант в этом плане это достигается за счет алюминиевой рамы она облегченная но очень прочная поэтому все с этим здорово так и изучать мы будем с вами сверху вниз начнем с ручки ручка здесь приятная на ощупь единственное что вот мое личное замечание кому-то может это и так не показаться ручка немножко тонковато но зато приятная на ощупь с возможностью регулировки и и по высоте здесь стоит телескопическая система регулировки на мой взгляд самая удачная система потому что если она просто наклоняется в разные стороны то вы просто ручку поднимаете или опускаете а с такой системой при высоком росте телескопическая система позволяет вам отодвинуться самому назад и не биться ногами об коляску на мой взгляд вот это вот система на самое грамотное так что за козырек у нас здесь капор все производитель заявляет его как excel ну тут с ним не поспоришь потому что козырек сейчас в штатном положении он и так закрывает ребенка видите до ног но вы можете его увеличить кстати здесь по бокам вы видите в козырьке здесь есть окошечки в которой можно заглянуть ну и ребенка обзор соответственно увеличивается но козырек можно увеличить расстегнув замочек и он превращается в реально в большой козырек который вот вы видите уже полностью закрывает ребенка кому-то покажется минусом кому-то плюсом здесь установлена москитная сетка летом реально это здорово из своего опыта скажу когда вот берешь коляску куда-то там на моря еще что-то положил ребенка спать открыл и у него там микроклимат такой своего рода продувается и он там не прейд на мой взгляд здорово зимой же можно просто закрыть и не париться кстати козырек здесь с защитой от ультрафиолета это тоже очень здорово так давайте теперь посмотрим на сидение сидение вот вы видите коляска крупная в плане вместительности она широкая высокая спинка вот и запаса места у ребенка достаточно зимой в верхней одежде в пуховичке будет спокойно помещаться ребенок это точно вот сам сам материал здесь используется достаточно приятный и на ощупь такой да приятный и сразу видно что ткань будет легко чиститься это сразу по ощупь у понятно что достаточно практик практичная вот с тканью здесь все здорово вот что касается безопасности ребенка классическая система с мягкими накладками и причем реально мягкими накладками на плечевую зону ребенка обычно там просто кусочек ткани налепит а здесь именно мягкая ткань она реально защищает от правда ребенка плечей вот но к сожалению нету на паховой зоне никакой мягкой накладки но ремень достаточно широким не должно быть проблемы это также для безопасности установлен здесь и бампер который можно легко вот так вот отстегнуть посадить ребенка и пристегнуть обратно это очень очень удобно чем вот полностью снимать ребенка куда этот момент деть вот это что касается сиденьем сиденьем здесь все здорово ну подножка естественно все как полагается подножка естественно регулируемая вот теперь давайте посмотрим на особенность здесь спальный блок сам прогулочный блок точнее говоря он гамачного типа кто-то кричит что ой какой кошмар на мой взгляд это ничего в этом ничего плохого нет спинка у ребенка всегда ровная спинка здесь не натянутая тряпка именно твердое основание поэтому прогибаться ребенок не будет конце концов ребенок в коряске не спит на спине в этом нет нужды он всегда спит ой на боку точнее говоря он всегда спит на спине поэтому вот в такой системе дискомфорта ребенок чувствует точно не будет как мне кажется вот что касается блока этот блок с возможностью установки его как по ходу движения так и против хода движения вот по бокам кнопочки нажимаем соответственно и переворачиваем его в сторону к маме очень удобно коляска с трех месяцев поэтому трехмесячному ребенку еще рановато не смотреть на маму и так гулять нужно мир познавать через свою маму поэтому очень удобная функция реализованным давайте поставим сейчас обратно так давайте теперь изучать с вами будем раму этой коляски как я вначале сказал алюминиевая облегченная но не менее прочная вот здесь здесь все сделано очень хорошо без таких вот найти там зазоров люфтов на такая хорошо поджатая подогнаны все детали хорошо соответственно мы видим здесь реально неплохой большой багажник давайте сзади покажу доступ в принципе к нему нормальный ничего такого вот и он достаточно вместительный и что еще хорошо он не близко находится к земле поэтому на бордюр полибрик заезжать будете не будете чиркать дном так что касается колес колеса здесь резиновые резина особо прочная производитель дает гарантию что вы их не проколите они вас никогда не сдуется колеса здесь не обслуживаем и поэтому без заморочек ездите получаете удовольствие давайте теперь посмотрим на систему амортизации передние колеса соответственно с возможностью блокировки для плохих совсем дорог вот смотрите амортизация очень даже неплохая как спереди так и сзади с амортизацией все ровно и хорошо конечно же сзади она более тугая вот спереди чуть помягче потому что основной удар на себя передние колеса всегда принимает так теперь давайте посмотрим как вся эта конструкция складывается я вам сейчас ее сложу без прогулочного блока и сложу ее с прогулочным блоком чтобы вы посмотрели как это работает что для этого нужно будет здесь видите ручку на ней нарисована стрелка что нужно оттянуть чуть-чуть от вас и провернуть после чего рама складывается все на мой взгляд очень очень даже компактно убираем фиксатор и раскладываем ее так это мы посмотрели как она без прогулочного блока складывается теперь посмотрим с ним это дело для того что люди часто спрашивают а можно ли сложить вместе теперь посмотрим разберемся в этом вот вы видите что происходит нужно положить и все равно ничего не 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 меняется транспортировать так ее будет сложно поэтому всегда рекомендую такого рода коляски складывать отдельно блок убирать сложить раму и сверху поставить уже саму прогулку тем самым получите компактную конструкцию так сразу хочу добавить что все ее технические характеристики в плане сантиметра глубина сиденья вот это все ширину колесной базы я вам добавлю в описании спокойно возьмите почитайте там на все вопросы вы найдете ответы плане размеров вот ну а собственно насчет самой коляски я уже в принципе вам все рассказал давайте в двух словах подытожим вообще у меня есть любимая моя коляска это cybox прям люкс бренд cybox делает неплохие коляски автокресла вообще все супер и прям люкс скажем так вот балюс м сделать делали с оглядкой на прям люкс а прям люкс очень хорошая коляска и эта коляска по сути скажем так немного удешевленный прям люкс сделана она очень хорошо качественно конечно прям не будут дорогие материалы использоваться но она и стоит в разы дороже но эта коляска конструктивно очень похожа на нее и мне это очень нравится на мой взгляд так коляска практически идеальная на десна не гамаком но гамак это неплохо здесь все для того чтобы ребенку было хорошо все есть очень хорошая цена ссылку в дописан в описании добавлю пройдите посмотрите сколько она стоит вот она очень приятная очень очень приятная так скажем вот качественно сделано хорошая амортизация большой козырек телескопическая регулировка ручки кстати пока не забыл чуть не забыл давайте посмотрим на тормоз тормоз мы блокируем и видите не нужно ковырять ничего чтобы снять с тормоза просто вот так вот сверху и поехали дальше не портя свою обувь это очень грамотное решение вот поэтому минусов как таковых коляски я не могу найти потому что очень хорошая цена и вот кому-то гамак нравится кому-то нет мне нормально поэтому рекомендую к рассмотрению обязательно эту коляску мне она понравилась поэтому могу только пожелать вам хорошего правильного выбора и кстати если это видео вам было полезно и интересно ставьте пожалуйста лайки не понравилось ставьте дизлайки подписывайтесь на канал а заключение хочу поблагодарить магазин 1 коляска за то что дали на обзор эту коляску интересную вот большое спасибо но вам собственно удачи и всего доброго